Привет, друзья! Приехали мы за 60 километров от нашего дома на курорт Баткисинген. И сразу вышли на площадку здесь. Здесь сцена, скамейки. Здесь проводят концерты летом. Сейчас она, эта сцена, видите, закрыта, красиво, цветочки везде. Нина сидит, пока с дочерью разбивает по телефону. А я сейчас пойду, сейчас пойду попью водички из источника. Красота, цветы. Будем сегодня здесь ходить, решили погулять везде, расслабиться. То постоянно какие-то заботы там одвали, то одно, то другое дома. А сегодня я съездил утром по делам, приехал, сказал, поехали в Баткисинген, погуляем. Ну вот этот вот источник такой, Льюитпольд Шпрудель называется. Наберем водички, пол кружечки, пол стаканчика попьем. Вкусная водичка. Сейчас снимем еще разгром, пол стаканчика дадите. Ну, а здесь расписано, что содержится, ты видишь, через вода. Ну, вот как-то так. Без конца показывать не буду, буду показывать отрывками в разных местах. Красивые здесь, конечно, места. Пальмы. В ящиках они разные, каждый год на зену, по-моему, они убирают и водят отсюда. Потом по теплу ставят кальтами. Вот, какая пальма. Ну, все равно очень приятно здесь, конечно, бывает. Здесь в этом помещении разных бутыристов все сделано. Туалеты. Здание старой постройки, красивые такие сигары с арками. Хорошие городишки бывают здесь иногда. Очень нам нравится. Ну, идем дальше. Симпатичное здание, площадки здесь тоже. Пальмы. Кафе. Сейчас вот видим на улицу. Сразу через дорогу кафе мороженое можно посидеть. Казанский ресторан. Мороженое покушать. Ну, что-то я пока не хочу. Ветерок такой прохладный. Там итальянское мороженое. Басанезе называется. Там налево. Налево тоже фонтаны. Сейчас мы, наверное, туда сначала сходим или по улицам потом пройдемся. Нет, потом сюда пойдем по этой улице. Здесь разные магазинчики. Много. Туда можно будет по магазинчикам прошвырнуться тоже. Ну, сначала к фонтанам. Вечером мы не будем. Вечером, конечно, здесь вообще классно музыкальные. Фонтаны цветные. И еще на фоне этих строй всех показывают фильм. О чем-то рассказывают. В этом городе в основном или там? Это вообще классно. Ну, вот сейчас мы еще почему решили. Рост здесь очень много. Хотели бы, кстати, поникладше зацветают, цветут. Интересно. Кломбочки с разными всякими сортами. С этой стороны тоже. Много роста. Все красиво. Приятно. Очень приятно. Красиво оформлено. Вот розыщие, новые бомбочки. Я говорю, у вас всякие самые различные островка. Там по дороге еще дальше будем идти. Здесь тоже много, мы тоже покажем. С той стороны, в основном, здание это гостиницы. Люди останавливаются. Здесь очень много куроров в их здании. Здесь очень красиво сделано. На главной карте. На главной карте. Здесь и там дальше. Вода в речке грязная. Поднялась. У нас здесь так много было дождей. В последнее время, каждый день, дождь, дождь и дождь. Где-то местами в Германии топят капитально. Но у нас до этого хоть, в этот раз не дошло, как было в декабре. Клубы, лаванды. Здесь они, это не лаванда, да? Это что-то другое. Симпатичное. Клубы, лаванды. Клубы, все сделано для отдыхающих. Чтобы было удобно, красиво. Вот как-то так. Много росточки не распустилось. Многие уже как будто отцветают. Дерево мне нравится. Это же высокое, красивое. Потом мы с ними еще хотим съездить на градирню. Подышать соленым воздухом. Ну, потом тоже немножко сниму. Покажу вам. Вот стоят этажерки с цветами. Все приготовлено для посадки. Будут еще высаживать. Как они не называются, вот эти белые. А, из Бегонии. А, из Бегонии. А, из Бегонии. Там еще какие-то всякие разные. Косят гружайки. Ой, так приятно пахнет скошенной трубой. Вот я должен. Красота. Очень приятно. Ой, какой запах. О, у тебя, какой-то. Гружайка так смотрится красиво, когда ее подстригодили. В прошлом году совсем другие цветы. С этой стороны пальмы тоже. Эти пальмы, надо сказать, они убираются на зиму. Вот в прошлом году вообще другие были клумбы. Вот все свежепосаженное, да? Да, да. Совсем свежее. Они сейчас как раз этим и занимаются. В прошлом году были одни кустарники здесь. А так лучше. Мне так больше нравится. Вот смотри, покажи, Владик, что эти пальмы, они все где-то на зиму убираются. Да, вот они в таких ящиках к погрузчикам потом увозят. Можно заглянуть, какой большой там ящик огромный. Для такой большой пальмы. Вот металлический здесь такой. У нее, слушай, все смешное. И вот она так растет. Такая хорошая. Удивительная. Такие они классные. Как в Испании прямо. Это пол, как лужайки. Прямо след от трактора остался. Так красиво, да? Здание тоже здесь симпатичное. Это, по-моему, пустая гостиница. Нерабочая. Мост через речку подвесной типа. Хотя нет, у него опоры есть. Если вот так все время идти, то далеко туда будет градир. Но мы не пойдем пешком, да? Да, поедем потом. Еще по городу походим. Сходим в кафе. В китайский, наверное. Всем привет. Вот в таких домах можно снимать тоже комнаты. Жить здесь день, два, месяц. Во дворе очень красиво. Симпатичное здание. Вот так вот. Здесь у нас скульптурки. Всякие разные, маленькие. Сокамеечки. Розы посаженные. Ну, классно, конечно, все сделано. Данина, симпатично все, скажи. Ну, пишут, что вот этот двор, этот двор, это 24 часа в сутки камерой, под камерой типа. Ну, ну. Да кому надо к вам сюда лазить, господи? Вот здесь объявление апартаменты с завтраком от 57 евро с человека в сутки. Ну, тоже неплохо. Если нам 57 на 3 дня, 300, что неплохо. Вот тут давай как-нибудь снимем на 3 дня и будем в бассейн еще ходить с термальными водами. Да, можно. Мы идем по другой улице, вот там вдалеке виднеются те же фонтаны. Идем сейчас, пройдемся по улице, по магазинчикам прошутнемся. Вот еще хочу показать вам помещение, где пьют воду генеральную полезную. Вот здесь еще такой стенд. Стоит посуда красивая, всякая разная. Вот их стекло цветное. Деньги старые 5 марок, 10 марок. Это медали. Ну, вот здесь вот такая система. Трубы проходят. Вода разных, из разных источников, разное название у них. Краны там есть такие специальные. Вот сейчас туда не зайдешь, потому что, вот видите, здесь закрыто. Повесили канаты, чтобы люди где-нибудь не ходили. Сейчас я еще вам подойду, подойду, покажу. Отсюда, все это, система. Вот так вот сюда, то вот чистенько красиво. Здесь вот зал, театр. Здесь тоже очень приятно находиться. Тоже очень красиво. Вот такой огромный зал. Такие стены, потолки. Вверху цветы, здесь сцена, стоит рояль. Другие инструменты музыкальные. И вот такой большой зал. Я не знаю, может здесь по вечерам бывают концерты или что. Я когда была здесь на курорте, здесь в 15 минутах ходьбы в ту сторону, я каждый вечер сюда приходила. Здесь такие хорошие оркестры играли, вот на этой сцене или на улице. Вот эта сцена, она разворачивается. Или можно на улице смотреть, вот где мы там. Да, я вначале это снимал, показывал. Или здесь когда была комната плохая, здесь можно. Я каждый вечер сюда ходила. Говори погромче. Я каждый вечер сюда приходила. Здесь так мне нравилось. Я прям душой отдыхала вообще в этом зале. Не знаю, сейчас, наверное, тоже есть инструменты. Ну да, в какое-то время бывает. Давай пройдем вот здесь через зал посмотрим еще. Это статуи, там какие-то бассейники небольшие, что ли, возле этих. Это не статуи, как это называется, я не знаю. Фигура какая-то. Ну это не столь этого важна. Почему тут раньше вода бежала? Ну не может, наверное, откроют. Вот так вот здесь сделано. А, ну да, вот. Сейчас не бежит вода, видишь, а то всегда такой шум стоял, воды. А что-то видишь, какой-то осадок сверху на воде. Вот рыбки, видишь, трубки в них торчат. Вот тут везде бежала вода. Да, красиво, конечно. Посмотри на балкон, какие цветы. Это, конечно, все требует ухода. Но пока что вот это еще... Держится, да? Да. У нас цветы тоже стали. Пальмы там дальше. Подешевле. Что стали цветы? Ну цветы вот эти на клумбах. Вот здесь вот в ящиках были такие прямо сады, цветов были. Ну ладно, не будем придираться. Пока что, конечно, это красиво. Здесь просто приятно проводить время, так посидеть. Ну вот сейчас мы еще пройдем. Немножко сходим с Ниной в парк курортный. А потом поедем на градирню дышать соленым воздухом. А вот приехали мы на эту градирню. Сейчас пройдем. Наверное, Нина, пойдем с той стороны, да? Там, где тень. Да. Пройдем там, посидим, подышим немножко. И поедем домой. И поедем домой. Может быть заедем в городе Швайнфорд русский магазин. Посмотрим. Давай здесь пройдем напрямую. Там по лестнице зайдем. Вот туда, на ту сторону сходим. Вот такие здесь места. Сидим, дышат. Иди, сидят, дышат этим воздухом. А как раз, слушай, ветерок с нашей стороны. Лучше на ту сторону идти, даже так. И что, там воздух подать? Да. Вот такое огромное стреление. Воздух. Вот там виднеется водичка под здание, которая стекается по всем веткам. Специально вязана. Вот здесь вот из солей. Видите, какой тут образовался. Как его назвать? Солоктица. Даже здесь какое-то дерево, что ли. Слушай, да, вот. Это как вон, да. Какая интересная такая. А если у него тут это звенька? Вилоков напихали? Да, типа такого. Это же они специально вязали прутья. Да. И по ним вода стекает. А здесь нет? Поднимаемся. Где-то здесь, по-моему, даже станок этот вязальный стоял. А вот он здесь. Ну, вот здесь что-то скручивали. Накладывали, видимо, вот сюда. Вот в эту штуку. Что-то подемонстрировать. Да, это зажимали здесь. Ой, ужасно. И потом обвязывали. И вот сейчас я вам здесь вот подойду, покажу. Эти ветки, вот эти связанные. Вот они, пучки такие здесь. А здесь вроде тоже что-то вода текла, что ли. Здесь что-то тоже раньше выловили. Ну, и на одни остались. Вот там же лечушка, вот за этим зданием. Здесь где-то, где-то ходит такой небольшой пароходик по этой речке, как для туристов. Ну вот, пойдем на ту сторону. Ну, вон там люди сидят. Видно, там вода на ноги. Видно, или нет, как вода течет. Ну, мы с этой стороны пойдем. Пойдем с этой стороны. Ну, вот почему-то там сидеть. Сейчас посмотрим точно, откуда ветер. Здесь сидят тоже. Так, а вот везде надо заглянуть. Да, везде закрыто. Везде облом. Везде у нас щелчок. Вот она, по этим стенам стекает. Ветер точно у нас дует. Значит, с этой стороны лучше. И вот течет. И ничего, вот здесь вот. Вот чуть-чуть дальше пойдем, пройдем, Жаня. Вот и здесь. Что, брызгает сильно? Нет, ничего не брызгает. Хорошо, да? Свежие девочки. Вот видите, вот такая высота. Вот капли, 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 вода течет. И вот туда вниз. А потом снизу, я не знаю, может, ее обратно еще раз подают. Нет, нет, куда она уходит и даже. Не знаю, вот так вот и дышим. Ну? Ой, хорошо, как я. Да, я тоже надышаться не могу. А мне вообще это полезно. У меня немножко легкие нахладки. Вот как-то так вот сидим, балдеем. Конечно, дышать этим всем очень полезно. Минеральные воды. Воздухом пробивается. Соль в воздухе. Очень полезно для здоровья, для легких. Но это надо делать хотя бы в течение трех недель. Какой-то курс проходить. А так одноразовое. Но ничего вроде не дает, но все равно приятно. И вот сейчас вот так вот смотрю на эти капли вверх. И почему-то прямо такое завораживающее зрелище. Красиво. Наверное, камера этого не передаст. Ну, на этом я, наверное, закончу. Поедем мы с Миночкой дальше. Домой. Всем всего самого доброго. Всем пока. Всем пока.